Девушки отдыхают Ну вот власти говорят, что ничего не изменилось, все осталось как прежде, но тем не менее актуализировалась вот эта история с масочным режимом и с самоизоляцией. Самоизоляцией для людей старшего возраста, старше 65, и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано без лишней необходимости на улицу не ходить, в местах массового скопления людей не появляться. То есть такой маршрут, либо дом, либо дача пока еще, магазин, медицинские организации, если нужно, и все. Ну, ты знаешь, мы с утра как раз с Ольгой разговаривали об этом. Болезиной. Болезиной, да, с главрядом с нашим. Я говорю, Оль, могла бы ты подумать, что вот в марте тогда, что в октябре, мы вернемся фактически к тому, с чего начинали. И просто тогда казалось, что это все равно месяц, два, максимум три, все это быстро закончится, войдет в колею, и вот уже почти прошло полгода, и ничего не меняется. И власти все так же не могут прокомментировать собственные постановления, которые выпускают, потому что в постановлениях написано одно, чиновники говорят другое. Одно ведомство интерпретирует это постановление так, другое по-другому, ну, и, в общем, ничего за полгода не изменилось. И люди-то, кстати, обычные тоже не понимают, как себя вести. То есть, с одной стороны, есть определенное количество сознательных горожан, которые, я вижу, они даже на улице ходят в масках, хотя вроде бы медики говорили, что на улице это не обязательно. Я вижу людей, которые надевают маски и иногда перчатки, заходя в магазины и в торговые центры. Людей, которые надевают маску, заходя в общественный транспорт, их не так много. В общественном транспорте, если, ну, вот, я не очень часто езжу, но если ты заходишь, ты видишь, что там 2-3 человека максимум могут сидеть в транспорте в маске. Да, а уж там о соблюдении социальной дистанции в час пик говорить вообще не приходится. И это можно там наблюдать, даже едучи на машине за автобусом, когда там битком набито, и все дышат друг другу в затылок. И маски нет ни на ком. Ну, вот смотри, да, и опять же об интерпретациях и непонятных, и нелогичных шагах. То есть вот вроде бы у нас вышло постановление, которое предписывает опять самоизоляцию для людей старше 65-ти. Оно не предписывает, оно рекомендует. Рекомендует, хорошо, рекомендует никуда не выходить из дома. При этом несколько дней назад было заявлено тем же самым правительством Кировской области о том, что для подтверждения льгот на проезд, по-моему, или я не помню, не соврать потом посмотрю, нужно обратиться в МФЦ. Потому что то автоматическое продление, которое из-за коронавируса действовало весной, оно отменилось. И с 1 октября льготу нужно сходить в МФЦ и подтвердить. У кого есть льготы? Как правило, это люди старшего возраста. Ну, пенсионеры. То есть, с одной стороны, вот постановление, которое рекомендует им никуда не выходить. С другой стороны, вот МФЦ, которое говорит, чтобы продлить льготу, вы должны прийти к нам. Ну, туда можно прийти, наверное, в какое-то рабочее время, когда там не так много народу, да, во время рабочего дня, когда люди еще на работе, только пенсионеры могут себе позволить ходить куда-то по делам. Ну, конечно, можно как-то выкручиваться, но это все равно странно. Это странно. Ну, мне кажется, да, что этот момент непродуманный. У нас, кстати, есть, ну, правда, это сообщение вчерашнее, возможно, что-то тут в эфире обсуждалось по этому поводу. Пишет мать-одиночка, воспитывающая двух детей, один из которых инвалид. В октябре перекомиссия по прохождению МСС, я, к сожалению, не знаю, что это. Медико-социальный экспертиз. Ага, нужно пройти много врачей, сама только что переболела коронавирусом, сейчас очень снижен иммунитет. Возможно ли продлить инвалидность хотя бы на полгода автоматом, как весной, без прохождения врачей? То есть, вот, видимо, это касается не только льгот, но и других каких-то вещей, да, которые весной людям были предоставлены, а осенью, когда ситуация, ну, вообще никак не изменилась, то есть она лучше-то не стала. Но пока никто не говорит, что лучше не стала. Говорится о том, что мы все-таки поняли, как действует этот вирус, каким образом люди на него реагируют, как его лечить. То есть, все-таки ситуация изменилась, но тем не менее, как бы, статистику мы видим. Судя по статистике, ничего не изменилось. Да. Ольга Колесникова с нами на связи, председатель Кировского регионального отделения Союза пенсионеров России. Ольга Сергеевна, добрый день. Добрый день. Да. Ольга Сергеевна, вот смотрите, у нас в регионе ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет. Говорят, что она, в принципе, и не отменялась. То есть, вот тут на летний период, пока все разъехались на дачи, вроде как об этом не напоминали. Тем не менее, этот режим вроде как действовал и продолжает действовать. Причем в таком рекомендательном формате. Как вам кажется, люди старшего возраста все-таки будут придерживаться этих рекомендаций или нет? Ну, я считаю и я знаю людей, которые очень боятся этого вируса, которые просто боятся заразиться. Я знаю людей, которые вообще не признают этот вирус и ничего не хотят о нем слышать и относятся к нему как к очередному легкому простудному заболеванию, не более. Но я уверена, что к этому вирусу должна существовать у всех золотая середина. Сильно и бояться не надо, но, извините, надо себя и поберечь. Адекватная реакция должна быть на эту болезнь. Меры предосторожности соблюдать, защита близких возраста старше 65 лет, я считаю, что это обязательно. А не паника та, которую нам иногда нагнетают и средства массовой информации, и телевидение, и газеты, вплоть до тревоги и панических атак на старшее поколение. Ведь они на самом деле слушают еще и телевидение, и радио, и верят в это. И, конечно же, им бывает порой на самоизоляции, которая вот была в марте, я не по слухам, я сама лично разговаривала с каждым председателем местного отделения в районах области. И первые месяцы вроде бы жили нормально. На второй-третий месяц стали уже скучать люди. Ну, хорошо, в районах там огороды, выйдут на огород, мань, дашь, вань, за забором прокричат друг к другу. А в городах намного сложнее. И вот эта самоизоляция совсем себя, если лишить общения, А по телефону это не каждое. Старшее поколение привыкло общаться глаза в глаза. И для них бывает это психологически. Пережить вот эту самоизоляцию очень и очень сложно. Но я уверена, что большинство пожилых достаточно информированы. Они осознают угрозу, я думаю, которую несет коронавирус. Ну и надеюсь, что выполняют все требования самоизоляции и социального дистанцирования. Ну и, конечно же, на сегодняшний момент я уже заметила, не только старшее поколение, но и молодежь как можно чаще обращаются и соблюдают гигиеническую дисциплину. Это и моют руки чаще, чем до пандемии. Ну и используют все средства защиты. Но вот то, что жалко в общественных местах маски, редко увидишь, особенно в общественном транспорте. Вот это, конечно, осложняет обстановку. Да, Ольга Сергеевна, не кажется ли вам, что власти все-таки надо как-то более четко, что ли, обозначить? Масочный режим так масочный режим. Значит, все ходим в масках. А то вроде бы рекомендовали. Самоизоляция так, самоизоляция. А то все время сначала вводят, а потом оговаривают. Ой, это же мы просто рекомендацию дали. Вы знаете, всех в маски не оденешь, я так понимаю. Чисто с практической стороны не подойти. Всех не оденешь. И не будут все носить маски. А вот если самосознание у людей все же будет, если тот уже переболел, чего мне бояться? Я не буду одевать маску, я уже переболел. А вот тот, кто болеет, он не знает, что он болеет. Он может быть разносчиком. Всех заставить носить. Ну, в магазины, может быть, построже обращаться. Потому что там дистанция мало соблюдается. Строго надо соблюдать в автобусах. Потому что тут никак ты дистанцию не сможешь соблюсти. А автобусы все равно ходить будут. Людям ездить надо. Не запретишь это. Поэтому я считаю, что в некоторых местах надо быть более строже по социальной дистанции, по масочному режиму. Я думаю, что на все сто процентов никогда это не буду. Не заставить все равно, да? Не заставить, нет. Даже штрафами, если вдруг решат их брать. А это уже другая тема для разговоров. И я думаю, штрафы тут совершенно нельзя применять. Потому что, ну, это неправильно будет. А почему, ну, неправильно, в смысле, что это ударит по карману? Или неправильно психологически? Или неправильно, ну, то есть вообще с какой точки зрения? Вы знаете, у нас когда-то запретили в России пить вино. Вырубили все виноградники. Зачем? Зачем, если одевать маску? Люди сами должны понимать. Надо обращаться к сознанию. И в первую очередь к молодежи. Если молодежь или средний возраст будет одевать маску, старшее поколение оно оденет. Оно и так одевает. Оно и так потихоньку изолировано уже. Но я даже... Но возможно ли вообще рассчитывать на... Ну, делать такую ставку на сознательность людей, когда речь идет о здоровье? Конечно. Я еще как бы верю людям. И надеюсь, что именно самосознание у людей должно сработать. Потому что сегодня, вот смотрите, март-апрель, более полгода мы с вами прожили с этим вирусом, да? И я думаю, уже процентов, может быть, 20 у людей, или знакомые, или близкие родственники, или просто родня, побывали в той нелегкой ситуации, когда находились родные и близкие по ту сторону вируса. Кто-то переболел уже, да? Да, почувствовали на себе это. И я думаю, на сегодняшний момент именно вот эта ситуация, когда человек отвалил, и он рассказал, как ему было плохо, я думаю, это больше повлияет на самосознание, чем раньше, когда мы не знали это ни в марте, ни в апреле, ни даже в мае. Нет, ну вот осмотрите, да, то есть в марте, в апреле, я сужу, например, по себе, так как мы не переставали работать, и несколько раз в неделю я ездила и в транспорте, я видела, что практически все носят маски, хотя почти ни у кого не было знакомых, переболевших коронавирусом. А что мы видим сейчас? Почти у каждого есть знакомые, кто перенес заболевание, и крайне мало людей носят маски. То есть я вот в этой истории вообще никакой самосознательности не вижу. То есть нужен ли все-таки, ну то есть вы говорите, что нужен контроль все-таки, да, и взывать вот к сознательности людей, при этом там, например, торговые организации, они говорят у нас, вот есть эта рекомендация, да, что мы там можем не обслуживать людей без маски, ну то есть пустить можем, а не обслуживать, обслуживать можем отказать ему в этом, да, и вызвать полицию. Но каждый магазин понимает прекрасно, что, а, это конфликтная ситуация, раз, да, это потеря, наверное, лояльности покупателя, там, и это, ну, вот просто затраты по времени, не будешь каждый раз вызывать полицию. Покупатель всегда прав. Да. Я пришел, я взял, я ушел, я оплатил деньги, отдайте мне, выполните услугу и отдайте мне товар. Я не знаю, вот ощущение такое, что пока никто вообще не понимает, каким образом людям объяснить, что надо ходить в масках или там не надо ходить в масках. У меня еще одна мысль всегда витает в этом случае. Мы уже все привыкли. Очень сильно март, апрель, май нас вот этим всем пугали. И сегодня уже, как всегда, русский человек привыкает ко всему, к хорошему ли, к плохому ли. И, пожалуй, вот это, то, что нас уже перепугали, может быть, и сказывается на сегодняшнюю ситуацию. То есть мы перебоялись уже? Перебоялись, естественно. Перебоялись. Спасибо большое, Ольга Сергеевна, за ваши комментарии, исчерпывающие ответы на все наши камерзные. Да, 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 да. Ольга Сергеевна, да. День пожилого же человека сегодня. Да. Сегодня я хочу его назвать немножко по-другому. Я с большим уважением поздравляю всех с Днем людей элегантного возраста. Желаю, во-первых, мира, добра, уюта и красоты, тепла семейного очага, улыбок и любви, хорошего настроения, а самое главное, конечно же, здоровья, здоровья и здоровья. Всем с праздником! Берегите себя и своих близких. Да, и не забывайте про меры санитарной безопасности, гигиенической тоже. Однозначно. Спасибо большое, Ольга Колесникова, председатель Кировского регионального отделения Союза пенсионеров России. С нами на связи была. Ольга Сергеевна и тоже здоровья. Ну вот смотри, ты говоришь, да, что никому непонятно, как заставить людей носить. Но вот даже летом приезжали ко мне несколько друзей из других регионов. И говорили, что там носят. Да. То есть, получается, в других регионах людей как-то заставили носить. А где-то кроме Москвы были вот эти драконовские штрафы? Ну вот, я не знаю насчет штрафов, да, подруга у меня приезжала из Ивановской области, она говорит, там тебя в магазин нигде не пустят без маски. То есть в Иваново с этим как-то справились, а в Кировской области почему нет? Почему нет? В чем проблема-то? Может быть, действительно, мы такие здесь бесстрашные. Наталья Шитько с нами на связи, руководитель областной организации общества знаний и председатель общественной палаты Кировской области. Наталья, добрый день. Добрый день. Да, Наталья, мы обсуждаем сегодня историю с вновь актуализированными ограничительными мерами в связи с коронавирусом. 65 плюс сидеть дома, да, и масочный режим, который не работает в нашем регионе, к сожалению. У нас сейчас Ольга Колесникова была на связи, она высказала предположение, что, может быть, просто люди, кировчане там, да, устали уже вот от тех ограничений, которые были введены весной, отбоялись, да, именно поэтому там, да, может быть, не соблюдают масочный режим и режим самоизоляции. Как вам кажется, ну вот для пожилого человека запереть его дома? Рекомендации правительству не выходить никуда, кроме магазина и больницы. Она сработает, не сработает? Ну, я, наверное, скажу на нашем примере. Мы тоже возобновили занятия в университете третьего возраста для наших пожилых людей, для наших клиентов, которые очень долго этого ждали. Действительно, это была такая, знаете, детская неподдельная радость, что, наконец-то, они вышли в люди. И когда мы объявили о том, что введены такие ограничения, вы знаете, ну, скажем так, наверное, 50 на 50. 50% людей как бы прислушались и мы им предложили все-таки не посещать занятия, поберечь себя. Вот как раз сегодня у нас идет занятие, и вот часть людей не пришла на него. То есть они вот с пониманием, может быть, действительно там, зная свой организм, свое здоровье, да, и так далее. Часть людей сказали, что ни за что, пока это рекомендательный характер мы будем ходить. Понимаете, то есть вот здесь вот за месяц рекомендации, то это вот как раз такая полумера, на мой взгляд. В том числе, это как раз и масса, как это касается продвижения вообще своей безопасности. Потому что или мы запрещаем, или мы все-таки разрешаем, но рассказываем людям о правилах и создаем эти меры. Ну, как-то вот все организации у нас, в принципе, создаются все меры безопасности. Мы рассаживаем людей там на расстоянии, обрабатываем руки, проветриваем через каждый час, обрабатываем, да, учебную аудиторию. Это все понятно, но, конечно, мне кажется, мы уже начинаем привыкать жить с этой болезнью, с этим вирусом. И у многих пожилых людей такое же мнение, что, в принципе, все идет, как должно идти. И не надо вот прям абсолютно там изолироваться. Мы не должны жить в бункере, да, там, и так далее. То есть это все равно нас не спасет. Рано или поздно мы из него выйдем, и мы, как бы, будем уже, ну, скажем так, не сможем сопротивляться к такому вирусу так, как хотелось бы. Но, с другой стороны, я всегда говорю, бережу, но Бог бережет. Это каждый для себя, и все-таки сейчас эти меры на себя рекомендательный характер. Мы не можем запретить людям ходить на занятия, там, или посещать музеи, театры, да. И тогда, наверное, каждый должен принимать решение для себя сам. А надо ли вводить строгие ограничения? Ну, то есть вот не обязательный, не рекомендательный характер, а обязательный, там, в порядке приказа никому и никуда? Ну, короче, это надо, здесь надо было никогда снимать, наверное, вот, понимаете. То есть надо было тогда жестко также работать вот в тех рамках, в которых мы работали. Наверное, так. Потому что вот сейчас уже люди, они почувствовали, вы знаете, этот вкус свободы, ощущение свободы, здесь стоит прекрасная погода. Поэтому, конечно, последние деньки стоит прекрасная погода. Это тоже важно. Последние деньки. Пытаются люди поймать, да, вот эти вот вдохнуть. Это, конечно, вот мы начали замять и перенести просто на улицу, в парки. Потому что, ну, вот, потому что, вот потому что так, вот та же фотостудия, сейчас еще блога, можно сделать прекрасных кадров. Вот. Так что замятия проходят на свежем воздухе. Ну, на самом деле, я думаю, что вводить вот запреты, это все-таки надо принимать решения на основании данных, которые есть, там, у Роспотребнадзора, у Министерства здравоохранения. То есть, если действительно есть такая, ну, опасность для всех, для нас угроза серьезная, но тогда это надо, наверное, вводить. Но на данный момент, вот я вижу, что, в принципе, у нас уровень запреваемости, он примерно, ну, ежедневно. Я бы сказала, что примерно у многих вызывает сомнение последние сомнения. Если нам бы говорили реальные цифры и тандитические, потому что люди сомневаются вот в этих цифрах. Поэтому нам трудно судить. Судя по этим цифрам, мне кажется, вводить вот такие запреты не надо. Если эти цифры другие, но они просто не озвучиваются, ну, тогда надо здесь принимать, наверное, более жесткие меры. На мой взгляд. Ну, смотрите, да, Наталья, вот тоже, опять возвращаясь к тому, что каждый должен принимать решение сам. Но получается, вроде, с одной стороны, каждый должен принимать решение сам, с другой стороны, ВОЗ, последние ее рекомендации говорят о том, что если вы и я находимся в маске, только в этом случае риск заразиться минимален. То есть получается, что вроде бы каждый решение принимает сам, но я завишу от другого. В салоне автобуса нивелирует маски на всех остальных. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Если, как нам говорят, маски поставил, теперь захороняешь, значит, надо сделать обязательный режим ношения масок. Вот и все. Причем правильный режим. Мы же привыкли мыть руки. Вот там, мой ребенок приходит, он только снял лоб и пошел мыть руки, да, сразу. И даже не надо напоминать ему об этом. Он пошел куда-то в общественное место, он надевает маску, он тоже об этом знает. То есть он меня вот уже вот в этом плане выдрессирован, да, и ему не надо об этом говорить. Здесь, может быть, если это будет обязательный режим, значит, люди привыкнут к этому. Сложно привыкнуть к маскам, правда, я сама не люблю маски. Но если это нас защищает, тогда это делать надо. Ну, понимаете, когда он начался, вот весной вся история начиналась, нам говорили, маски не спасают. Сейчас нам говорят уже обратную историю. Поэтому где вот это, какие-то такие двойные стандарты, где вот эта вера вот в те же рекомендации о ВОЗ, там, Министерство здравоохранения, не знаю. Вот те же пожилые люди, некоторые говорят, мы не можем находиться в масках, но мы у себя в учебном учреждении без масок не пускаем. То есть вы не можете находиться, значит, посидите дома. Посидите дома, да, или выполняйте требования масочного режима, который установлен в организации. Если я подхожу к магазину и вижу, что вход только в масках, ну, вы идете в этот магазин и соблюдаете правила, которые установлены в этом магазине. Что значит там покупатель прав? Я вот этого тоже не очень понимаю. То есть один прав, а другой не прав, который один в маске, а другой не в маске, кто из них прав? Есть предупреждения, есть правила, ну, того же там магазина, там, я не знаю, библиотеки и так далее, но давайте их соблюдать. Вот хотя бы эти правила, которые там обозначены в том или ином учреждении. Ну, в общем, залог успеха в единстве правил для всех. Конечно. Конечно. Вообще, я сам верю, да, не должно быть вот как-то вот таких разных подходов. Если масочный режим вводим, ну, давайте будем все ходить в этих масках, когда мы находимся в общественном месте, там, в транспорте и так далее. Уважать друг друга прежде всего. Здоровье беречь друг друга. Не только свое. Может быть, мы себя чувствуем здоровыми видами. Вот я себя чувствую здоровым человеком, я не совсем вот как-то так, не так сильно опасаюсь вируса. Я считаю, что надо переболеть и определенный иммунитет сформировать. Но я же должна уважать тех людей, которые вокруг меня находятся. Которые, может быть, не смогут легко переболеть. Да, они могут и так легко переболеть. Вот, наверное, вот уважение и какие-то действительно отношения друг к другу, это тоже очень важно. Но все-таки, все-таки нельзя полностью на самосознании человека полагаться. Потому что люди очень разные. Очень разные, поэтому здесь нужно все-таки с мерами безопасности как-то быть пожестнее. на мой взгляд. Ну, по крайней мере, если ты находишься в общественном месте, те же органы полиции, если они помните, начинали весной, они ходили, просили, предлагали, пусть не штрафовали, но они обращали внимание на то, что вы без масок. Сейчас же такого нет. Да, сейчас, Даша, сейчас не в магазинах, нигде, кроме Леруа Мерлен, который приводят постоянно в пример, наверное, нигде не говорят, наденьте маску. Да, да, ну вот я недавно была в Казани, кстати говоря, ну там, там все ходят в масках, все без исключения, причем я хоть была в августе, то есть в торговый центр тебя не пустят жестко, там, я приеду, одна женщина, не знаю, она прямо вот уговаривала пропустить, у меня не было маски, говорит, что я зайду в торговый центр, куплю маску, и никто не пропустил. Они по улицам ходят в масках, есть правила, будь или без них, соблюдайте эти правила. Спасибо большое, Наталья. Очень большая разница. К сожалению, пора нам уже на рекламу уходить. Это была Наталья Шитько, председатель общественной палаты. Я с днем пожилых людей, всех представителей старшего поколения, от всей души, здоровья и долгий-долгий след жизни всем. Да, и берегите себя. Спасибо большое, Наталья Шитько, руководитель областной организации общества знаний, председатель общественной палаты. Реклама. Дневной разворот продолжается. Мы с Дарейтой Позлиевой в студии продолжаем общаться с нашими гостями, нашими экспертами о режиме самоизоляции для пожилых и масочном режиме в очередной раз говорим. Да, на номер 900... 899-720-101.0 909-720-101.0 Пришла СМС. Что за дурь быть в маске на свежем воздухе? Кто приказал дышать, не дышать? Ну, по-моему, на свежем воздухе... На улице действительно есть рекомендация, что на улице маски не обязательно. Совершенно. Я сейчас вот по итогам разговора с двумя нашими гостями могу сказать следующее. Да, Анатолий Чурин с нами на связи, депутат законодательного собрания Кировской области. Анатолий Михайлович, добрый день. Добрый день. Да, Анатолий Михайлович, скажите, пожалуйста, вы масочный режим соблюдаете? Ну, по мере возможностей, конечно, да. Что это значит? Когда выхожу куда-то, так сказать, в общественные места, а в основном-то я нахожусь дома, поэтому... То есть вы режим самоизоляции, получается, соблюдаете тоже ответственно? Ну, стараюсь соблюдать, потому что, ну, на самом деле, сегодня ситуация очень непростая. Так что вот. Как вам кажется, та вот история, при которой, с одной стороны, наше правительство выпускает постановления, в которых указано режим самоизоляции, масочный режим на территории Кировской области, а с другой стороны, постоянно оговаривается, что эти меры носят рекомендательный характер. Это вот, ну, такая история какая-то с непонятным совершенно, там, составляющей, да. Ну, то есть надо, не надо, никто не может понять, с марта начиная. И не похоже ли это на какое-то скидывание ответственности? То есть, с одной стороны, мы вроде бы рекомендовали, с другой стороны, если что-то случилось, то люди сами виноваты, они должны были самосознательными быть. Дело-то, видите, если вот изначально все смотреть, как-то все пошло неправильно. Дело в том, что когда в стране фактически больных было минимальное количество, сделали очень серьезные карантинные меры. То есть, и режимы самоизоляции и прочее, и прочее. И вот теперь, когда, вроде бы, так сказать, ситуация стала гораздо, ну, по крайней мере, по регионам, в том числе, по Киевской области, она стала совсем другой, то сегодня все это, как говорится, стало необязательным, так скажем. Хотя последние буквально дни снова начинают, так сказать, все каналы, радио, телевидение, пытаются убедить людей, что нужно соблюдать правила при соблюдении, так сказать, необходимых мер безопасности и так далее. но вот в данной ситуации надо четко сказать и народу объяснить, что нужно потерпеть какой-то период времени, а дальше последуют такие-то вещи. То есть, допустим, будет та же вакцинация, то есть, люди будут надеяться на то, что этот период пройдет и мы сможем привиться и тогда эта болезнь будет не страшна. Но, к сожалению, вот это все как-то не очень ясно и я согласен с вами. Да, еще, смотрите, Анатолий Михайлович, есть ли такая история с теми же людьми старшего возраста, например, о которых мы говорим, что есть люди, которые не могут, например, соблюдать режим самоизоляции. То есть, есть люди, которые могут, а есть те, кому надо на работу ходить. Ну, вот условно, если школы мы возьмем, то в школах ведь есть педагоги, их немало, кто в возрасте уже 50+, что называется. И вот в этой ситуации как быть? Да, это как раз сегодня, наверное, большинство. Поэтому школа оказалась в очень сложной ситуации. И поэтому здесь вот действительно очень много проблем, вопросов всяких. И я боюсь, что часть педагогов мы просто потеряем в этой связи. А это, наверное, ударит прежде всего по самой школе. Анатолий Михайлович, вот на ваш взгляд, с чем связано? То есть, с одной стороны, оперативный штаб, Роспотребнадзор говорят о том, что ситуация стабильна, с другой стороны, вот актуализируются какие-то ограничительные меры рекомендательного характера. То есть, это играют на предупреждение или что это? Мне, понимаете, кажется, что сообщается не та информация, которая существует на самом деле. То есть, если нам говорят, что сегодня в сутки там заболевает где-то порядка 60-70 человек, то, на мой взгляд, это гораздо большее число. И поэтому, вот пытаются тем самым как-то с одной стороны вроде сказать, да, будьте осторожны, а с другой стороны не хотят, вот так сказать, обострять ситуацию. И это тоже, вдвойственность, она тоже не играет, так сказать, на изменение ситуации в целом. То есть, не верите вы в официальные цифры, вот в эти, которые озвучиваются? Ну, вот похоже, что верить-то как раз, да, очень с трудом можно верить, потому что сегодня я общаюсь с людьми, знаю, что сегодня врачи, например, переживают тяжелейшую ситуацию, врачей не хватает, многие из них болеют, огромная нагрузка на них. Есть люди, ведь не только работают на скорой помощи, есть врачи, которые работают на неотложках, им вообще не стали почему-то платить за то, что они работают с больными, коронавирусом. И вот это все вместе взято, оно, конечно, много случаев тогда, когда скорая помощь, когда ее вызывает, приходит только через несколько дней. И это все вместе взятое сегодня у народа, так сказать, формирует некое такое негативное отношение к той информации, которая вот официально публикуется. Есть недоверие. Да. Спасибо. И последний, наверное, вопрос, как считаете, нужно ли вводить обязательный масочный режим для всех, не только для групп риска? Ну, понимаете, здесь ведь тоже вот заблуждение. Одни, причем уважаемые, так сказать, врачи, так скажем, медики, говорят, что масочный режим необходим. Другие, не менее уважаемые, говорят, что маска не спасает, она наоборот, так сказать, расслабляет человека как-то даже и способствует, что ли, ухудшению его отношения к этой болезни. То есть здесь вот тоже такая же ситуация. То есть, если жестко, значит, надо жестко сказать везде и всюду. А если нет, то это опять же какая-то лазейка появляется и люди пользуются. Причем ведь это в открытую сегодня. Ну вот сегодня смотрим мы, что в метро сейчас не стали пускать без масок. По крайней мере, какая-то такая уже ясность и, ну, как говорится, однословие, понятность. А с другой стороны, ну, магазины вот сейчас начинают закрывать в Москве, но у нас пока такого нет. Так что, не знаю. Кстати говоря, обещали ведь, да, что, возможно, вот те магазины, которым разрешили открыться, будут пойманы за несоблюдение режима, то их, соответственно, да, тоже снова... Да, начнут к ним предпримять какие-то санкции, но пока на сегодня этого нет. И насколько сегодня эта ситуация, как она долго будет продолжаться, ну, высказывается разное предположение, что достигнем плато где-то в октябре месяце, октябрь уже наступил, скажем так. Да, и в июне обещали. Да, ну, в общем-то, видите, ведь был одно период, когда снижение больных было в лицо, и мы видели, что, да, по стране идет снижение, сейчас это пошел рост, а в регионах этот рост идет очень давно уже, по сути дела. То есть, вот такая какая-то запутанная история, она не очень способствует тому, чтобы мы все вместе, дружно стремились решать общую задачу, задачу не заболеть. Вот в этом весь вопрос. Все понятно. Спасибо большое, Анатолий Михайлович. Это был Анатолий Чурин, депутат Законодательного Собрания Кировской области. Я сейчас хотела вот что сказать, перед тем, как мы с Анатолием Михайловичем связались, я поняла следующее, и у меня прям вот вопрос действительно возникает, как у наших промышленных предприятий. То есть, есть люди, которые тратят значительное количество усилий и средств на соблюдение каких-то санитарных мер. Все вот эти вот обработки санитарные всех поверхностей, и все остальное. Из-за одного человека без маски все это оказывается бесполезным. Все это оказывается бесполезным. Моя знакомая и переболевшая в Москве коронавирусом, слава богу, не очень тяжело, говорит, у меня, говорит, остался только один вопрос к мирозданию. Зачем я мыла овощи и фрукты с мылом? Ну вот, кстати, вот у меня, например, если, когда говорят о данных, которые постоянно меняются, на самом деле, вот к ним-то у меня как раз вопросов нет, потому что это там новое заболевание, с которым мы еще не сталкивались, и совершенно, на мой взгляд, естественно и логично, что сначала ВОЗ там выпускает одни рекомендации, потом с учетом прохождения там пандемии она их как-то корректирует, то есть, ну здесь-то, ну единственное, что нам остается, это поспевать за свежими рекомендациями, наверное. Да, успевать как-то перестраиваться. Николай Пихкин, ответственный горожанин и блогер с нами на связи. Николай, добрый день. Добрый день. Да, Николай, я знаю, что вы масочный режим соблюдаете. Да, соблюдаю. А режим самоизоляции, например, там, да, вот без лишней необходимости куда-то выходить соблюдаете или нет? Нет, конечно, я лишний раз не выхожу, стараюсь, никуда не ездить и так далее. То есть, как-то эти меры на себя примеряю. То есть, вы ответственно подошли к вопросу. А как вам кажется, почему таких, как вы, немного? А вы знаете, вот парадокс заключается в интересных вещах. Вот сейчас в обсуждении у вас, я слушаю, говорят, что маски не носят. Так вот, я вам скажу, что маски носят, прочестки все, но носят в карманах. Ага. Или на подбородке. Ну, или на подбородке, да. И просто, ну, с людьми, так скажем, я бы сказал, с людьми не работают, не убеждают их, не подсказывают им. Правительство выпустило распоряжение. Ну, как бы они отчитались, как бы свой тыл прикрыли, что, видите, мы предупреждали, вот распоряжение, а вы не читали. А много ли читают правительственные документы? Ну, единицы. Николай, а как бы, есть ли вообще способ заставить кировчан носить маски? Штрафовать? Возможно, не пускать никуда? Какие-то беседы разъяснительные? Штрафовать, я считаю, смысла нет, а убеждать надо. А как? Убеждать, ходить, говорить, предлагать людям надеть маски. Кстати, люди довольно послушные, если скажут, что я вот ходил, вот недавно в магазин заходил, сказал продавец, что надо маски надеть. Люди застали, надели, и проблемы нет. Ходят в маски. А так никто не говорит, все привыкли и ходят без маски. А так, да, никто не говорит, но объявления висят. Это, знаете, у меня аналогия возникает, вот когда на домах у нас висят объявления везде, что осторожно, сход снега. Управляющие компании как бы прикрыли свой тыл, что в случае что-то, вот видите, мы с вас предупреждали, и здесь точно так же. То есть, я вот считаю, у правительства нет политической боли заняться плотно этим вопросом. А кто должен эту волю проявить? Правительство или все же Роспотребнадзор настоять? Своим примером показать. Нет, здесь и Роспотребнадзор, и полиция, наверное. Ведь давайте вспомним, вот когда давно было у нас проблема в городе, было то, что пиво распивали на улицах. Ведь тогда вот Белых взялся и за месяц провели профилактическую работу мощную. И справились. Ходили, убеждали, мало штрафовали, но ходили, убеждали, говорили, что этого не надо делать. И так далее. И люди услышали и сделали. Ну, это правда, да, тут я с Николаем соглашусь, на самом деле, гораздо меньше после всего этого начали. Я ничего не делала. Ну, где вы видели, что просто Роспотребнадзор подошел к вам и сказал, наденьте маску. Но нет такого. Ну, да. Даже сотрудники полиции... Ну, вот Аня тут упоминала, да, что раньше полиция еще ходила в начале пандемии, то есть они подходили к людям, напоминали, то есть сейчас уже такого нет. Не собираетесь все вместе еще что-то. Конечно, мне кажется, можно было и участковых поднять, пусть пройдут по дворам еще где-то, в магазинах, у магазинах постоят, людям предлагают. Нормально, люди услышат, у нас люди и участковых поднимают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!